7 тысяч только за отопление, почему у меня трехкомнатная квартира. И плюс все это у меня набирается больше 10 тысяч. Я гладать должна. В наше время. Издеваются, они просто издеваются. Вот такие зверские, по мнению людей, тарифы ЖКХ довели их до отчаяния и привели к сельской администрации. Чиновники слушать недовольства в законной выходной не стали. Они не пришли, но прислали полицию следить за правопорядком. Сельчане вели себя вполне пристойно, хотя и были на грани. С апреля этого года ценник на холодную воду вырос для них в два с лишним раза. С 26 до 50 рублей за куб. Первомайский район рядом 23 рубля, у нас 51. Да никуда, это же никуда нет. А весь район, это где-то 18 сельских поселений. Он у нас что, самый богатый в мире что ли район, чтобы в него ввели такой тариф на холодную воду. Ранее Озерки обслуживало муниципальное предприятие. Тариф, по словам людей, был приемлемый. С мая функцию водоснабжения передали по консессионному соглашению в частные руки. Последний владелец коммуникации задрал тариф. Для сравнения, в Барнауле кубометр горячей воды стоит дешевле – 21 рубль. Я понимаю, можно тарифы поднять, но в пределах разумного можно поднимать. Как нам выживать, нам, пенсионерам. С водой что-то нужно делать. Ну, невозможно. Ведь есть у людей, у всех огороды, поливная вода. Это за месяц, девчонки, за месяц 25-30 выходит. Кубом? Да. И больше. Лето выдалось засушливым. Надеяться на благосклонность невестной канцелярии местные жители не стали. Поливали огород сами. На это уходило до 2000 рублей в месяц. Это почти четверть от пенсии бабушек и дедушек. Пенсионерка Наталья Химич воду всячески экономит. Лишний раз посуду не моет, чай не пьет. Представляете, если у меня пенсия 11 тысяч, то, считай, тысячу отдаю только за воду. Плюс еще потом за свет же ведь надо заплатить все. А жить на что? На это сельская администрация ответов не дает, только выставляет счет. Почему такой высокий, не комментирует и нам, лишь направляет в район. Но и там поясняют, с них взятки гладкие. Новый тариф одобрен на краевом уровне. Администрация Тальменского района просто по консессионному соглашению передала имущество. Выставляла на торги, кто заявился, кто победил. Тому и передали имущество. А данное предприятие уже с необходимым пакетом документов для защиты тарифа обращалось в управление по ценам и тарифам. В районной администрации добавляют, у людей есть право компенсировать расходы на воду за счет субсидий. Только вот люди жалуются, что оформить ее получается не всем. Не должно быть других льгот, да и компенсация даже наполовину не покрывает затрат на воду. 500 рублей вы решили. 500 рублей. Вы поймите, у нас у каждого какая-то льгота есть. У кого-то ветеранская, у меня вот учительская льгота, у кого-то может быть там субсидии кто-то получает или еще что-то есть. Если ты что-то получаешь, то никакого возврата тебе нет. В Тольменской администрации также пояснили, что по федеральному закону скважины и другие коммуникации передают от муниципальных частным предприятиям. Последние не чураются залазить в частный карман. Учитывая тенденцию последних лет по заключению именно концессионных соглашений, тарифы на воду, по примеру, озерок, могут взлететь и в других территориях края. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.